Йога Таттва Упанишада Никогда не будет ограничений этому сознанию. Пусть мы обретем вечный покой. Ом, Шанти, Шанти, Шанти. Я передам стремящимся садхакам сущность йоги. Кто услышит это учение и реализует его, освободится от всей кармы. Вишну, Маха Йогин, Великая Реальность, Совершенный Тапас, Изначальный Дух на пути йоги, виден словно яркий свет лампы. Поклонившись этому повелителю мира, Брахма просил его рассказать о смысле восьмиступенчатой аштанга йоги. Хришикеша сказал, Я расскажу смысл этой йоги. Слушай. Все существа барахтаются в сетях радости и страданий. Но существует путь, ведущий к освобождению от сетей майи, рождения, болезней, старости и смерти. Путь, превосходящий смерть. Есть много различных методов, но ими трудно достичь освобождения. Тот, кто погряз в изучении писаний, воображает себя мудрецом. Но великое состояние Брахмана не могут описать даже боги. Разве могут это объяснить шастры? Однако этот неделимый, чистый, вечный, абсолютный, все превосходящий атман окутан результатами кармы. Как же это вечное, высшее сознание становится дживой, индивидуальной душой? Брахман, за пределами всех миров, чья сущность джняна – чистое знание, сначала пришел в движение, словно волны на глади океана. Затем в нем проявилось отдельное Я – Ахамкара. В нем проявились пять чистых элементов – Махабхуты, развившиеся из хиране гарбхи, светящегося зародыша, состоящие из трех гунн и различных таттв. Джива, испытывающая радость и страдания, создана иллюзией, поэтому истинная ее сущность есть высочайший атман. Желание, страх, жадность, невежество, страдания, гнев, рождение, смерть, горе, печаль, усталость, голод, жажда, смущение, отчаяние, волнение, захваченность. Тот, кто свободен от этих пороков, считается освобожденным. Для уничтожения этих пороков я передам тебе средства. Разве без йоги появится знание, приводящее к освобождению? Но и йога без знания не приведет к освобождению. Поэтому тот, кто желает освобождения, пусть упорно практикует джиняну и йогу. От невежества приходят страдания, от знания – освобождение. Ведь это познание своей подлинной природы, сварупы, достижения единства субъекта, объекта и восприятия. Так познается собственная природа, высшее состояние, чистое сознание, сад, чит, ананда. Вне создания, поддержания и разрушения, проявления и знания находится истинное знание. Теперь расскажу о йоге. Существует много различных йог в зависимости от практики. Мантра-йога, хатха-йога, лайя-йога, раджа-йога. Достигший в них совершенства, как полный сосуд, наполнится сознанием атмана и будет восхваляем всеми, как познавший брахмана. Я расскажу о практике мантра-йоги. Кто будет повторять мантру в течение 12 лет, постепенно достигнет различных ситхи, преодолевающих три гуны. Эту йогу практикуют садхаки низкого уровня. Лайя-йога восхваляется 10 миллионов раз. Это растворение сознания. Идешь ты, стоишь, спишь или ешь, всегда размышляй об атмане. Таков смысл лайя-йоги. Теперь слушай ахатха-йоги. Яма, ни-яма, асана, прана-самьяма, пратьяхара, дхарана и тхияна на боге в межбровье, самадхи, сахаджастхити, это называется восьмиступенчатой аштанга-йогой. Махамудра, Махабандха, Махаветха, Кхечиримудра, Джаландхарабандха, Удиянабандха, Мулабандха, а также повторение мантры Ом, соединяющий звук и высшее состояние, Три мудры, ваджроли, амароли и сахаджроли. Расскажу обо всем этом по порядку. Правильное питание, митохара, одно из главных условий неямы. Ахимса, ненасилие, главное из заповедей ямы. Из восьмидесяти асан самые важные Сиддхасана, Падмасана, Симхасана и Пхадрасана. В начале практики встретятся четыре помехи. Лень, гордость, неправильное общение, стремление к богатству и женщинам. Это тришна, жажда наслаждений. Распознав желание посредством вивеки, различающей мудрости, пусть Садхак избежит этих помех практикой ямы и неямы. Сев в Падмасану, пусть йогин затем управляет дыханием. Для этого пусть он построит красивую хижину с узкой дверью, но без окон, с земляным полом, очень тщательно вымазанным навозом или известью, чтобы практики не мешали насекомые, ежедневно тщательно подметаемую метлой и окуриваемую благовониями с приятным ароматом. На сиденье не слишком высоком и не слишком низком, покрытом тканью, шкурой и травой куша, пусть йогин, сидя в позе лотоса и выпрямив позвоночник, почтит Иштадевата, свое избранное божество. Затем, большим пальцем правой руки, закрыв правую ноздрю, пусть медленно наполняет воздухом канал Ида, делая полный вдох, затем пусть выполнит кумбхаку. Далее, пусть сделает выдох через канал пингала, также медленно, без напряжения, пусть сделает полный вдох через пингалу. Выполнив задержку дыхания, пусть выдыхает медленно через канал Ида. Пусть йогин отмеряет вдох, задержку и выдох. Делая вдох через Иду на 16 секунд, следует сделать задержку дыхания на 64 секунды. Далее, нужно выдохнуть воздух через пингалу на 32 секунды, а затем продолжить дыхание через пингалу, как указано ранее. Пусть йогин в сосредоточенном состоянии ума четыре раза в день, утром, в полдень, вечером и в полночь, практикует до 80 раз эту пранаяму. Так, через три месяца упражнений Нади будут очищены. Если же Нади очищены, в теле йогина проявляются различные благоприятные признаки. Они таковы. Легкость тела, красота, прекрасный аппетит и стройность тела, несомненно, появятся. Далее, садху, практикующий йогу, должен избегать следующих видов пищи. Кислую, жгучую, черствую, старую, соленую, с горчицей, острую. Также не следует ему употреблять зелень и избегать молодых женщин. Не следует поддерживать жертвенный огонь и посещать места паломничества, соблюдать утреннее омовение, голодание и другое, что ведет к слабости тела. Для практикующего лучшая пища, молоко и масло, пшеница, бобы и рисовая каша очень благоприятны для йога. Тогда в задержке дыхания появятся высшие силы, ситхи. Пусть йогин сдерживает вдох и выдох кевала кумбхакой, естественной задержкой. Если он достигнет в этом совершенства, его дыхание остановится. Для того, кто реализовал это, нет ничего невозможного во всех трех мирах. При пранаямах сначала появляется пот, его нужно втирать в тело. Затем даже от медленного дыхания у йогина, сидящего в асане, появляется дрожь тела. Потом йогин продвигается дальше и достигает дардри ситхи, отчего, подобно скачущей лягушке, находящийся в позе лотоса йогин может передвигаться по земле. Затем продвигающийся в практике дальше поднимается над землей, сидя в позе лотоса, йогин отрывается от земли. У йогина начинают проявляться ситхи, но пусть он их не проявляет, кроме тех, что избавляют его от страданий тела. Йогин мало спит, выделяет мало мочи и испражнений, кровотечений, слюны, пота, у него нет неприятного запаха изо рта. Всего этого не будет у такого совершенного йогина. Затем у продвигающегося в практике дальше появятся еще большие ситхи, с помощью которых он сможет победить всех ходящих по земле. Тигры, слоны, восьминогие шарапхи, буйволы или львы могут быть убиты таким йогином одним ударом руки. Йогин обретает тело, подобное телу Бога Любви, Камадеви. Но не должен такой йогин терять семя, избегая мирских наслаждений. Пусть продолжает он внимательно практиковать. Из-за удержания семени в теле йогина появится приятный запах. Затем пусть йогин в уединении повторяет пранаву, мантру ум, для очищения от всей кармы, накопленной раньше. Мантра ом, уничтожающая все грехи и повторяемая йогином, это начало его совершенства. Далее йогин должен соединить прану сапаной, практикуя высшее дыхательное упражнение гхата. Так соединяется ум с волей, аджива с высшим атманом. Когда эти два соединяются в одно, это правильная высшая пранаяма, гхата. Я расскажу о ней кратко. Пусть йогин практикует три часа ежедневно это упражнение. Эту задержку дыхания нужно выполнять один раз в день. Оно известно как отрыв чувств от предметов чувственного мира. Когда йогин выполнил задержку гхата, это называется пратья хара. Чтобы он не увидел глазами, он видит это как атман. Чтобы он не услышал ушами, он слышит это как атман. Чтобы он не обонял носом, он обоняет это как атман. Какой бы вкус ни ощутил он языком, он ощущает это как атман. Чего бы он ни коснулся кожей, он осязает это, как атман. Пусть таким образом он практикует ежедневно, без лени, в течение трех часов. От этого у йогина появятся великие ситхи. Далеко слышать, далеко видеть, переноситься на большие расстояния, обладать совершенной речью, принимать любую форму тела, становиться невидимым. Обмазанные его испражнениями и мочой, медь или другой металл становится золотом. С помощью особых практик он может перемещаться в пространстве. Но для йогина, который всегда стремится к освобождению, эти великие ситхи – препятствие. Пусть он проявляет разум и не радуется им. Пусть не демонстрирует эти способности, данные йогой. Как простак, глухой или глупец, так пусть ведет он себя в мире для сохранения своих способностей в тайне. Ученики желают проявления чудес, но удовлетворяя их просьбу, такой садху забудет свою практику. Не забывая слов гуру, пусть йогин продолжает упражняться днем и ночью. Так, постоянной практикой появится состояние гхата авастха. Так как без практики, только разговорами о йоге, освобождения не достигают. Пусть йогин продолжает упорную практику. Тогда при продолжении садханы появляется состояние паричая. Праны, смешанные с огнем кундалини, беспрепятственно входят в сушумну. Таким образом, с воздухом туда проникает и сознание. Пусть в сушумну войдет сознание и дыхание йогина. Земля, вода, огонь, ветер и пространство в этих пяти элементах, управляемых пятью божествами, нужно выполнить йогину пять концентраций – дхаран. От стоп до колен находится область земли. Земля – четырехугольник желтого цвета, с биджа-мантрой «лам». Задержав дыхание и концентрируясь на область земли, читая мантру «лам», медитируя на бога Брахму, четырехрукового, четырехголового, золотого цвета, пусть йогин выполняет дхарану два часа, задержав дыхание. Тогда он может контролировать элемент земли. Такой йогин никогда не погибнет от земли. От колен до ануса находится область воды. Вода – белый полумесяц, в котором находится слог «вам». Задержав дыхание и концентрируясь на месте обитания бога Варуны, читая мантру «вам», медитируя на четырехруково, подобного прозрачному хрусталю, одетого в желтое одеяние, вечного бога Нарайену, пусть задерживает дыхание два часа. Тогда йогин очищает свою карму и никогда не погибнет в воде. От ануса до середины груди находится область огня. Огонь – треугольник красного цвета, в котором находится слог «рам». Задержав дыхание и концентрируясь на элементе огня, читая мантру «рам», йогин медитирует на рудру, трехглазого, похожего на взошедшее солнце, выполняющего желание, обсыпанного пеплом, не запятнанного. Пусть йогин концентрируется два часа, тогда он не погибнет в огне, и его тело, попав в костер, не сгорит. От середины груди до межбровья находится область воздуха. Воздух – шестиугольник с биджа-мантрой «ям». Задерживая дыхание и концентрируясь в области воздуха, читая мантру «ям», пусть йогин медитирует два часа на Ишвару, полного знания, пребывающего везде, тогда йогин будет летать в небе, как ветер, и не погибнет в воздухе. От межбровья до макушки головы находится элемент пространства. Элемент пространства в виде дымчатого круга с биджа-мантрой «хам». Задержав дыхание в области пространства и читая мантру «хам», пусть йогин медитирует на шанкару, шиву, высшую точку сознания, махадеву, сада-шиву, с телом, подобным хрусталю, с месяцем в волосах, десятирукого, пятиголового, трехглазого, держащего различное оружие, украшенного драгоценностями, половина тела которого – богиня Ума. Он исполняет все желания и является причиной всех причин. Выполняя эту тхарану, йогин может перемещаться в пространстве куда угодно и в любом месте достигнет высшего самадхи. Так нужно йогину выполнять пять тхаран. От этой практики тело станет здоровым, смерть отступит от такого йогина, и даже при растворении Вселенной он не исчезнет. Пусть йогин затем занимается медитацией, и так, задерживая дыхание, представляет избранное божество. Эта медитация с формой дает сверхспособности и достижение восьми великих ситхи. Затем, с помощью медитации без формы, йогин достигнет самадхи. Кто достигнет самадхи всего за 12 дней, тот йогин, задержав дыхание, становится дживанмуктой. Самадхи – состояние соединения с параматманом. Если йогин пожелает в самадхи оставить свое тело, пусть просто отпустит себя. В состояние брахмана пусть войдет полностью, но свой уход из мира пусть не убыстряет. Если он еще сохраняет физическое тело, путешествуя по мирам большой Вселенной, обладая сверхспособностями, он может наслаждаться жизнью на небесах богов. В один момент может он менять физический облик, становясь человеком, духом или по своему желанию любым животным. Он может реализовать различные желания, которые есть в мирах. Йогин может стать даже Махешварой, великим богом. Разные практики йоги приносят разные результаты, но приводят к одной и той же цели – Атману. Вот другая практика. Пятку левой ноги нужно прижать к промежности. Нужно взяться руками за пальцы правой ноги. Затем надавить подбородком на грудь, наполнить воздухом легкие и сделать задержку дыхания, а в конце выдохнуть. Пусть он выполняет эту практику на левую и на правую ногу, вытянутую ногу нужно затем положить на противоположное бедро. Эта практика называется Великий замок Махабандха. Нужно делать ее три раза в день. В этой практике йогин, делая вдох, поворачивает дыхание карно-мудрой, шлангхара-бандхой, дважды запирает в сушумни воздух. Так он достигает совершенства. Эта практика называется Махаветха и повторяется йогином днем и ночью. Заворачивая язык к верхнему небу, нужно поместить его в полость черепа. Взгляд должен быть направлен в межбровье. Это Великая Кхечери Мудра. Надавливая подбородком на грудь, нужно остановить ум. Эта мудра называется Джандхара-бандхой. Эта мудра побеждает смерть, как лев слона. Если втянуть внутренности живота вверх к позвоночнику, прана будет подниматься по сушумни. Эта мудра называется Удияна-бандхой. Если надавить пятками на промежность и наклониться вперед, апана поднимается вверх. Эту бандху называют йони-мудрой. Мула-бандха, корневой замок, соединяет прану с апаной в области пупа. Здесь находится вход в сушумну. Этим упражнением достигаются плоды йоги. Положение вепарита карани устраняет все болезни. У йогина, который практикует его, возрастает огонь пищеварения, поэтому он должен правильно питаться. Иначе внутренний огонь приведет тело к истощению. В вепарита карани йогин поднимает ноги вверх в первый день лишь на одно мгновение. Затем каждый день пусть увеличивает время практики. Через три месяца у него исчезнут морщины и седые волосы. Практикуя каждый день эту мудру по три часа, йогин достигнет состояния самадхи. Пусть он практикует ваджроли мудру. Ее практикой достигается совершенства. Если йогин овладеет ей, то легко достигнет йога ситхи. Тот, кто практикует кхечери мудру, знает прошлое, настоящее и будущее. Амароли нужно пить через нос каждый день, затем выполнять ваджроли и сахаджроли. После этого йогин должен практиковать раджа-йогу. Когда он овладевает раджа-йогой, тогда развлечение уходит и наступает высшее состояние. Вишну, великий йогин, великое сознание, первая душа, ясно виден, словно свет солнца днем. Тот, кто раньше сосал грудь, теперь трогая ее, наполняется желанием. Рожденный из влагалища снова наслаждается этим же влагалищем. Тот, кто был матерью, становится женой, затем снова матерью. Тот, кто был отцом, снова становится сыном, затем вновь отцом. Это колесо рождения и смертей сансара. На нем, как черпаки на колодезном колесе, крутятся живые существа. Они заполняют собой миры и перерождения. Существует три мира, три веды, три гуны. Основа этого три слога мантры Ом и половина слога в виде точки. Это высшее состояние. Это атман. Как запах в цветке и масло в молоке. Как масло кунжута в кунжутных зернах, а в породе золото, в анахата чакре находится высший атман. В этом лотосе бинду находится место пребывания ума. На звуке А лотос выпрямляется, на звуке У раскрывается, на звуке М достигается высший вечный пол звука. Это чистота, не двойственность, она уничтожает карму. Практикуя йогу, человек достигает высшего состояния. Как черепаха втягивает все конечности в панцирь, так пусть йогин во время пранаямы концентрируется на атмане. Когда воздух задерживается в девяти вратах тела, прана поднимается вверх. Как огонь в горшке, который не колеблется ветром, так йогин с закрытыми девятью отверстиями тела, уверенный в практике, видит высший атман благодаря йоге. Так говорится в Упанишаде Ом. господин Продолжение следует...